История о том, как 16-летняя девушка пыталась украсть платье в одном из магазинов торгового центра и поймавшие ее продавцы устроили самосуд, уже не один день будоражит интернет-сообщество. Неоплаченное платье стоимостью 600 рублей было обнаружено в сумке посетительницы магазина. По непонятным причинам продавцы звонить в полицию и сообщать о поимке злодейки с поличным не стали. Ее сфотографировали вот с таким самодельным плакатом и выложили в интернет. Теперь народный суд пытается разобраться, кто виноват больше – девочка, чья вина по сути не доказана, или продавцы, устроившие самосуд. Участники конфликта комментируют ситуацию, отказываются. И из соцсетей они все удалили. Известно, что продавец, который обнародовала информацию – 20-летняя девушка. Сделан неверный шаг с их стороны, размещены фотографии девочки, указаны персональные данные, не только фотографии, а другие. Это, конечно, неправильный шаг. И в этом смысле можно говорить о судебных, в том числе и разбирательствах в отношении действий работников магазина. Но я хотела бы сразу сказать, что существуют и другие практики досудебных разбирательств, например, все, что связано с медиацией. Потому что есть ситуации, в которых люди по неопытности, по незнанию ведут себя неправильно. Поэтому, чтобы не доводить дело до конца, повторяю, сейчас во всем цивилизованном мире очень широко используются практики разбирательств, связанные с досудебными процедурами.